здравствуйте дамы и господа раз приветствовать вас на сегодняшней встрече компании sky world комьюнити и конечно же речь сегодня пойдет о нашем проекте который уже через две недели 13 апреля 2023 года переходят на финальный завершающий 15 этап своего развития то есть все сертификации все что необходимо было построить все уже практически готово остался последний этап в который мы уже полноценно внедрием нашу технологию в окружающий наш мир на нашей прекрасной планете земля и это мы сделали вместе дамы и господа в данный момент мы находимся на завершении 14 этапа и еще у каждого есть две недели две недели до так скажем следующего этапа до еще более твердой точки в нашем пути чтобы изучить то что мы прошли чтобы рассказать своим близким своим родным любимым посоветовать и порекомендовать хотя бы один раз увидеть кто такой юницкий и какую инфраструктуру экологическую и на инновационную мы вместе создать и это не просто компания которая только-только получилась в течение этих лет было налажено так много связей так много стран смотрели на то как мы развиваемся и уже сейчас первые адресные проекты строится более того в так скажем у нас есть уже как минимум три крупных проекта один из них 100 километров конечно же чтобы узнать все придется немножко и самому поисследовать или самим потому что за час передать абсолютно всю информацию ну просто невозможно поэтому пожалуйста заходите на youtube и смотрите официальный канал анатолия эдуардовича юницкого где есть самое главное и важное о его технологиях о том чем он занимается для мира и конечно же об успехе нашего проекта начать можно вот с этого видео чтобы было лучше понятно интервью о 21 годе ведь такое непростое время были и как успешно мы его завершили конечно же изучить то что юницкий нам рассказал о транспорте будущего и о транспорте вообще на его канале есть целая серия видео от 15 минут до полтора часа скат в которых вы сможете так скажем почувствовать на себе главную философию этого гениального ученого и которые пронизаны все технологии эко мира а мы сейчас с вами практически реализовали первую самую маленькую самую понятную технологию самую земную и самую актуальную на данный момент именно транспортную инфраструктуру она конечно же принесет огромную пользу абсолютно всем странам и городам конечно же людям абсолютно всем людям ведь это общественный народный транспорт но и не только ведь этот транспорт бережно своим влиянием будет относиться ко всему живому на нашей планете конечно же можно зайти не только на youtube и посмотреть там наши официальные каналы sky world community и анатолий юницкий можно зайти еще на веб-сайты такие как юницкая . инженер юницкий . инженер и там вы найдете огромное количество работ и так скажем последовательных действий этого ученого как он шел в последние 40 лет в изобретении экологических технологий как он их продвигал совмещал улучшал и до по сей день мы можем увидеть как успешно у него получается их реализовывать также вы можете зайти на сайт официальный sky world community нашего сообщества и увидеть там очень много новостей потому что сейчас все последние новости одна лучше другой максимально информативны с цифрами с датами и действительно с ключевыми событиями но а для тех кто кому нравится больше видео возвращаемся на youtube техногенная цивилизационная развилка транспорт который мы уже практически реализовали это лишь часть общих всех инфраструктур для жизни человечества на нашей планете ведь не только транспорт нужен нам для хорошей жизни но и экологические города чистые в которых мы будем в безопасности и все живое в них будет процветать это агротехнологии это гумус так скажем как сделать нашу почву более плодородной и с помощью этого же гумуса даже можно озеленять пустыни юницкий также изобрел способ получения чистого реликвия электроэнергетики то есть как экологическим способом получать электроэнергию здесь на нашей планете так чтобы более чем 10 миллиардам человек хватило более чем на 5000 лет я думаю что за это время мы уже как раз изобретем что-то еще более серьезное наверное уже пора будет из квантового поля просто с воздуха собирать энергии но до этого нужно еще дойти но уже то возможность которую дают технологии анатолий эдуардовича предоставляют нам свободу и изобилие как человечеству на тысячи лет вперед то есть есть ученые которые делают так скажем небольшие открытия или небольшие какие-то изобретения которые сильно влияют десятки лет или даже сотни лет но настолько спланировано и разумно так скажем взвешено так кажется то что делает юницкий потому что весь его эко мир это огромный общий комплекс того как все живое на нашей планете может процветать и конечно же человек при этом будет иметь даже больше возможностей чем сейчас имеет с помощью инновационных экологических технологий перед каждым человеком стоит выбор какой мир мы с вами создадим какой в какую сторону будет направляться наш мир потому что от технологии от нашей техногенной сферы от нашего детища мы уже никуда не денемся мы не сможем снова перейти на собирательство живя на этой планете и не использовать технологии поэтому осталось только почистить почистить наш инвентарь от вредоносных технологий и оставить только те технологии которым имеет место быть для благополучного развития на нашей планете эти фильмы которые снимает анатолий эдуардович их там около семи восьми может быть десяти таких самых самых важных которые сто процентов необходимо посмотреть потому что через них мы получаем новое мировоззрение и не раз замечали что за эти годы развития проекта анатолий эдуардович тем что делится своими знаниями своими разработками своими наилучшими способами того как он видит как должен жить человек и как должно жить человечество но он не только говорит что неправильно надо вот так он дает нам возможность это осуществить сейчас как раз то самое время в мире когда люди с помощью интернета объединились и тысячи километров как в данную секунду для нас не помеха где бы вы ни находились в россии в прибалтике в европе в азии я нахожусь в исландии в между вообще континентами но мы с вами имеем возможность прямо здесь и сейчас в реальном времени находиться в одном хоть виртуальном пространстве и общаться через чат задавать вопросы мне передавать вам ту информацию которую я собирал и изучал в течение многих лет и с удовольствием в сжатые сроки для экономии вашего времени я это вам передам одна из серьезнейших технологий анатолий эдуардовича это эко-города или линейные города эко-поселение кластерного типа в котором может проживать от двух до десяти тысяч человек имея абсолютно все что ему необходимо для жизни то есть города которые могут быть полностью отвязаны от окружающего мира потому что там будет тепло там будет электроэнергия там будет свет там будет все необходимое питание и инфраструктура для жизни роста развития и творения конечно же эти города очень хорошо проработаны потому что анатолий эдуардович разрабатывал для космоса эко-космон то есть в этих городах здесь на земле будет их строить и жить очень просто потому что это гораздо легче чем в космосе либо за полярным кругом где вечная мерзлота но и даже для таких участков нашей планеты эти разработки будут подходить потому что вскоре мы придем к тому что начнем вылетать за пределы нашей планеты и станем воистину космической цивилизацией поэтому подобные проекты с полным расчетом и воссозданием всей биосферы только уже в космосе это абсолютно возможно это разрабатывается это продвигается и в сентябре была уже пятая конференция по безракетному освоению космоса на которой то что я видел это просто потрясающе это действительно наше будущее очень очень рекомендую тем кто интересуется космосом и технологиями и будущем пожалуйста зайдите на youtube и напишите конференция по безракетному освоению космоса вы видите очень много интересного внутри нее потому что выступают потрясающие инженеры потрясающие ученые космонавты которые более 600 дней провели в космосе за свою жизнь то есть серьезная работа продвигается по уже будущим проектом анатолий эдуардовича поэтому не стоит сомневаться что с этим проектом уже все нормально все в порядке и все в успешном виде раз уже идут разговоры и о реликтовой энергетики и о экогородах и о следующих проектах то есть понимаете есть значит уже возможность и освобождаются ресурсы это скажем внимание и энергии на то чтобы двигать и следующий более важные серьезные проекты кто бы мог подумать да что такая такое детище которое мы сейчас создали и с какой пользу она принесет абсолютно всему живому на нашей планете но это только начало дамы и господа просто именно этот проект самый маленький самый понятный он даст возможность дальше развиваться быстрее мощнее уже очень скоро поскольку первые адресные проекты начали свое свою реализацию уже очень скоро мы начнем получать совладельцы компании начнут получать дивиденды и следовательно раз компании раз наш проект уже после пятнадцатого этапа точнее даже до пятнадцатого этапа получая прибыль будет создавать дивиденды мы с этих средств можем развивать следующие проекты можем так скажем поддерживать следующие экологические технологии эко мира потому что дамы и господа и когда вы зайдете на сайт unit sky точка инженер и увидите перечень технологий и их влияние там будут даже формулы можно будет посмотреть посчитать изучить даже книгу заказать с которой все это детально описано вы увидите что это действительно будущее нашей планеты и я сколько изучаю я не находил еще ученых которые так серьезно и надолго так скажем разрабатывают не то что просто представляют а конкретно делают свои разработки технологии то есть чуть ли не под ключ то есть все только финансируй и и делай я сертифицирую и дальше строй по всему миру юницкий в этом плане просто самородок потому что настолько масштабно понимать как процветает жизнь на нашей планете и как нам помогает в этом наша техногенная сфера лучше него я таких людей пока еще не встречал своей жизни и сколько общаюсь с нашими партнерами кто гораздо старше меня это действительно леонардо да винчи 21 века потому что он выводит нас на абсолютно другой уровень проживания на этой планете чтобы больше еще ощутить насколько же все таки изменение сейчас произойдет посмотрите пожалуйста это видео вы можете эту так скажем это название вписать в ютубе либо в чате я оставил ссылочки на каждое из видео о котором говорю вы можете взять его оттуда и посмотреть сами и поделиться с вашими близкими в этом выступлении которое было представлено на международной выставке гитекс в объединенных арабских эмиратах анатолий эдуардович очень просто картинках и в цифрах за 24 минуты объяснил целиком всю транспортную инфраструктуру нашей планеты что с ней сейчас насколько это важно что мы предлагаем и как это поменяет ситуацию прошу делайте скриншоты если вам удобно либо забивайте сразу в телефон но главное запоминайте потому что это гениальная информация и то количество знаний которые в каждом видео дает анатолий эдуардович я мало мест с такой интенсивностью знаю и насколько полезны насколько понятно то что он говорит образование это одна из частей которая действительно вошла в жизнь всего сообщества в котором уже более полумиллиона человек представляете 500 тысяч человек объединились вместе из двухсот двадцати стран и регионов мира чтобы сделать народную технологию именно который будет пользоваться народом народ делает для себя только лучшее и никогда не позволит это превратиться в коммерцию потому что это самый уникальный транспорт с самыми высокими характеристиками но при этом он самый экономичный представляете все традиционные виды транспорта стоят гораздо дороже как к постройке так в эксплуатации в капитальных затратах и имеют гораздо ниже характеристики по всем показателям сегодня будет слайд у нас на эту тему а наша технология занимает минимум места интегрируется куда угодно в любую температуру в любую страну в любой уголок нашей планеты супер гибко и конечно же о новых рекордах Unisky Stream Technology нашей технологической головной компании пожалуйста интересуетесь и смотрите ищите обращайтесь к тем кто вас пригласил на данную встречу либо пишите мне в чате вы видите почту корпоративную artyoms.kurbanovs at skyway.capital artyoms.kurbanovs собака skyway.capital ведь у нас есть две недели две недели до перехода на пятнадцатый этап на завершающий этап на котором так скажем мы будем делать самые сложные процедуры самое сложное строительство самые сложные сертификации и самые дорогостоящие процессы оформления юридических документов сертификации и прочее то есть это самый самый мощный завершающий процесс чтобы вся наша технология была полностью сертифицирована и уже как горячие пирожки расходилась по всей планете но не переживайте не думайте что пока мы не завершим пятнадцатый этап как горячие пирожки мы не будем расходиться нет уже мы начали строительство огромную часть нашей технологии мы уже сертифицировали и эту часть уже заинтересованные люди так скажем схватились уже до завершения пятнадцатого этапа хотя кто мог бы сказать что вот проект он как бы считался венчурным то есть высоко рискованным и до пятнадцатого этапа всегда вот завершиться тогда уже можно тогда уже можно строить тогда уже можно заказывать потому что понятно что все хорошо вы представляете что страны министры президенты короли огромное количество людей очень высокого знания и с огромным влиянием посетили наши международные центры испытания нашего транспорта увидели это следили за сертификацией и даже при том что проект еще не завершен не так скажем не завершен пятнадцатый этап не доделано все люди понимают что такое уникальное в нашу страну в наш город нам нужно прямо сейчас и если мы сейчас прямо не пойдем то тогда мы будем какие-нибудь сто пятьдесят девятые в очереди на адресные проекты или тысяча сто пятьдесят девятые поэтому уже сейчас уже на четырнадцатом этапе первые адресные проекты взяты договоренности подписаны и начаты строительство точнее это четыре разных блока в которых есть и предпроектные работы чтобы заказчик мог получить точную смету конкретно по его земле с его количеством станций с его расстоянием между станцией со скоростью пропускной способностью и прочим потом это все уже разрабатывается на так скажем по местности и потом это уже все строится проверяется и так далее вот все эти процессы у нас уже есть более четырех проектов которые запущены каждый из них на разной стадии с чем я вас и поздравляю давайте познакомимся меня зовут Артем Курбанов и в течение всей своей жизни я старался делать этот мир лучше узнавать новые знания которые будут полезны делиться ими объединять людей потому что неизвестно буду я завтра или нет а познакомившись два человека всегда могут обратиться друг другу за помощью поделиться своими умениями и знаниями и помочь друг другу поэтому это распространение делиться тем лучшим что мы имеем я всегда желал этого и всегда старался делать и понимал что возможности растут как и растут мои знания и умения и если менять что-то как только ты уезжаешь из этой точки там происходит обратное изменение потому что окружающая среда затягивает в предыдущее так скажем положение вещей и тогда меня осенила мысль что необходимо заниматься планетарными проектами которые делают влияние целиком сразу на всех и от того что это что-то лучше это какой-то продукт это какая-то услуга это какое-то знание люди будут его выбирать и в итоге вся планета будет облагораживаться развиваться и становиться лучше таким способом я нашел огромное количество проектов которые развиваются по методу краудинвестинга либо с его элементами то есть множество людей с разных стран говорящих на разных языках с разным менталитетом через интернет объединяются для того чтобы создать что-то важное что-то полезное что-то что нужно человечеству и таким способом оказывается тысячи проектов развиваются таких как наш просто изучив около сотни я понял что из них двадцать действительно достойны внимания изучив этих двадцать еще глубже я понял что всего несколько действительно необходимы актуальны прямо сейчас и последствию изучения и знакомства с тем кто такой Анатолий Эдуардович Юницкий и куда он стремится конечно же я выбрал самый важный самый актуальный самый полезный с самым большим влиянием на нашу планету и причем не только на людей но на всю планету на все живое на флору фауну и человека поэтому данный проект буду очень рад представлять для вас приходите приходите сами на ваши новые презентации приглашайте ваших друзей ваших близких ваших любимых следующая презентация будет буквально завтра с утра в одиннадцать часов по Москве дамы и господа этим необходимо делиться конечно же это мое мнение но посмотрите на эти основные побужденные факторы я знаю людей которые множество людей и каждый из них каждый из этих факторов был улучшен у кого-то несколько одних у кого-то несколько других у некоторых в купе потому что они очень сильно прониклись данным делом данными инновационными экологическими технологиями и Анатолием Эдуардовичем и именно с его помощью образовало такое сообщество и сейчас стало невероятно Sky World Community и именно с этой компанией с этим сообществом для вас открываются абсолютно все эти побуждающие факторы вы можете с помощью Sky World Community заниматься созидательной деятельностью развивать и финансировать инновационные экологические технологии что принесет вам и дополнительный доход и финансовую независимость заниматься этим серьезно это можно сделать собственным бизнесом можно освободить свое время и заниматься этой деятельностью тогда когда вы решаете конечно же это сильно влияет на личностный рост весь у нас сделана огромная школа обучения адаптации в которой есть уже очень много специалистов и много курсов которые вы можете получить даже бесплатно например таких как от Майкла Бенга то есть американский очень-очень серьезный так скажем преподаватель по бизнес который у нас целый курс есть который может быть абсолютно важным в данном сообществе подготовлено абсолютно все для того чтобы люди с любого уголка планеты на 25 языках могли узнать о сообществе о том как люди объединяются и влияют на происходящее в мире учиться зарабатывать помогать другим расти элитно заводить новые знакомства ну и конечно же получить работу которая меняет в этом мире очень много ну и конечно же все эти действия приведут к определенным последствиям потому что вы оставите огромное наследство вашим будущим поколениям если станете совладельцами подобного бизнеса подобной технологии ведь только в первую очередь мы спасаем планету но оказывается эта транспортная инфраструктура является одним из мощнейших мировых бизнесов с очень очень высокой с высочайшей доходностью поэтому кроме того что мы оставим огромное наследство нашим будущим поколениям в материальном плане так мы еще и оставим будущее в наилучшем виде мы модернизируем его и будущее нашей планеты с помощью наших общих усилить уже полумиллиона человек станет более светлым ведь я думаю каждый из нас на планете либо даже через интернет либо телевидение видел что у нас на планете есть райские места и есть места где люди живут как в раю и есть адские места где люди живут как в аду все это находится на нашей планете и от нас с вами зависит в каком из этих миров будут жить наши дети а с учетом того как быстро развивается Анатолий Эдуардович точнее как быстро Анатолий Эдуардович развивает свои проекты насколько успешно продумано и емко я думаю что мы стараемся не только для будущих поколений потому что уже в самые ближайшие годы влияние на планету начнет набирать обороты как снежный ком а нас будет становиться все больше ведь это только сейчас нас полмиллиона скоро будет миллион два три пять и в ближайшие десятилетия мы сможем миллиардные проекты финансировать собирать за недели за месяцы если будет где-то какая-то катастрофа такое огромное количество знающих обеспеченных людей которые понимают что вся планета их дом и ухаживают за всей планетой то есть не граждане какой-то страны а граждане мира в котором живем наш транспорт в котором мы летим в нашем космосе это действительно наш транспорт как мы в машине по автобану едем только здесь мы по космосу летим на нашем доме и конечно же ухаживать за ним и сделать так чтобы было в нем комфортно безопасно и чтобы все в нем процветало это важно и теперь дамы и господа это в наших силах интернет объединил людей и теперь мы можем делать то что раньше нельзя было вообразить представляете кто бы мог 10 лет назад подумать что можно сделать новый вид транспорта наверное кто-то мог подумать но я себе вообще не представляю я знаю люди плавают люди летают люди ездят по железной дороге на канатной дороге и на машине и все вроде а что тут особо сильно-то изменишь ну в космос летают ну что-то новое придумать ну не представлялось такой мысли а оказывается мы создали планетарную технологию планетарную транспортную инфраструктуру и сделали это люди без государств без крупных корпораций сами люди без банков то есть мы с вами тем что желаем видеть на нашей планете так как хотим ее модернизировать создаем это будущее и сейчас это возможно мы дамы и господа являемся сейчас самой движущей и мощной силой в мире человечество хотя мы всего лишь одна семья один вид из 12 миллионов видов живых организмов всего лишь один мы просто самые влиятельные и оставляем самый большой след в нашем мире именно в наших руках находится сейчас будущее 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 нашей планеты то в каком мире будут жить наши дети какой пищей будем питаться мы даже в самое ближайшее десятилетие потому что технология Анатолия Эдуардовича очень серьезно изменит экологию будут гармонизировать и балансировать ее и все остальные живые существа что флора что фауна так же как и мы живые и мы живые так же как и они поэтому так скажем направляясь к улучшению направляясь к чистоте направляясь к тому чтобы не было разрушения не было увядания а было процветание и созидание этим мы помогаем абсолютно всему живому на нашей планете и это я называю флору фауну человек но есть же еще сама наша планета наша планета тоже живая флора фауна и человек это частички ее и мы с вами сейчас эти частички развились до такой степени что можем можем корректировать то куда идет все человечество даже при том что у нас всего полмиллиона человек сейчас в проекте а на планете 8 миллиардов то есть совсем огромная огромная так скажем часть а мы маленькая частичка но мы уже смогли сделать настолько серьезные планетарные изменения поэтому дамы и господа перед нами стоит потрясающее светлое будущее которое мы создаем с вами вместе давайте же устроимся поудобно и проедемся по нашему будущему это транспорт который изменит даже эта технология изменит представление о жизни на нашей планете ведь этот транспорт по-новому свяжет наши города уже существующие будет участвовать в создании новых городов все междугородние перевозки переезды будут осуществляться этим транспортом и даже как пророчит анатолий эдуардович он предлагал это еще давно межконтинентальное перемещение и перемещению фарвакууми это перемещение транспорта в разреженной среде как в трубе до 1500 километров в час и более двадцати лет назад он уже рассказывал подобную технологию но тогда видимо еще недостаточно было критической массы людей которые услышали бы проверили изучили эти технологии потому что за последние 40 лет можно было реализовать абсолютно все что юницкий представлял вот жалко что нефтиэра была настолько коррумпирована и это понятно ведь транспортный бизнес это самый прибыльный бизнес именно поэтому он настолько коррумпирован именно поэтому так тяжело пробиваться экологическим технологиям в эпоху нефти но сейчас нельзя закрыть глаза на то в каком состоянии находится наша планета нельзя закрыть глаза на какие успехи есть в альтернативах в технологии так скажем конкурентов технологически по характеристикам нету есть конкуренты просто которые теряют сейчас свои индустрии ведь у кого-то же так скажем огромная часть связана с дорожным бизнесом у кого-то с автобизнесом и конечно же люди не хотят терять свою прибыль свои работающие компании но стоит ли человечеству остановиться в развитии чтобы кто-то не потерял свои деньги или все-таки необходимо двигаться дальше и как минимум один даже если взять во взгляд автоматизированный транспорт просто представьте какое количество часов освободиться во всей планете у людей эти все часы во-первых они останутся безопасны потому что транспорт полностью безопасен в две тысячи раз безопаснее чем автотранспорт на первом уровне освободится огромная часть земли но этот транспорт будет автоматизирован и все эти часы человек сможет потратить на то чтобы отдохнуть на то чтобы поучиться на то чтобы изучить что-то новое и начать это применять на абсолютно другие вещи на созидание на творение то есть сейчас наши технологии наши компьютеры наши искусственный интеллект роботы мы дорастили их уже до такой до такого уровня да так скажем что мы можем передавать часть нашей работы все что связано с рутинной простой работой все что связано с опасной работой где может пострадать что-то живое или так скажем всюду можно использовать наши технологии технологии автоматизации так скажем закрывающие технологии тело делается дело делается качественно а мы при этом свободны разве красно разве это не хорошее творение мне кажется именно так и должны технологии роботы искусственные интеллекты работать служить человеку служить живому природе помогать тому что все просветало еще быстрее еще прекрасней чтобы нам было безопасней чтобы мы не чувствовали дефицитов и были именно для этого можно нужно время именно для этого нужно освободить время чтобы у человека было это свободное время заниматься новым двигаться в созидательном направлении поэтому дамы и господа не не думайте о потере рабочих мест например дальнобойщиками да с одной стороны кажется грустно тяжело это нужно в себе прожить ну что мы кто то потеряет кто то работу потеряет но если важность останавливаться значит необходимо изучить какую то более полезную профессию более полезный навык перевестись куда хорошее направление тем более вот такой компьютер как сейчас передо мной это тоже инструмент как и автомобиль инструмент и взяв этот компьютер за один год вы можете найти и освоить фрилансовую работу то есть которая отвязывает вас от необходимости быть где то определенном месте вы можете находиться в разных местах и так скажем это гораздо экономичнее и очень выгодно но есть возможности менять сферы деятельности потому что когда я сейчас ездил в Белоруссию в сентябре и видел какой это ужас когда 3 4 5 километров в разное время огромные колонны в некоторых местах я понимаю что это не 5 километров а 20 километров в некоторых странах люди живут потому что нету возможности разумно переправить груз доставить его из точки А в точку Б из-за наших границ из-за того что этот транспорт не автоматизирован из-за того что сейчас система но как только вы увидите как изменится эта система ведь с помощью подобного транспорта автоматизированного транспорта наш груз попадая на трассу будет сразу сам направляться в нужное место в нужное место без всяких остановок без всякого без всяких пауз по 8 часов в сутки на сон наша система наши технологии будут работать на нас и при этом занимать минимум нашего внимания нашего времени и наших ресурсов то есть мы будем не тратить а приобретать и это будет при внедрении любой технологии анатолия эдуардовича юницкого стоит только поизучать то что у него уже создано уже сделано юницкой точка инженер пожалуйста милости просим заходите изучайте наслаждайтесь тем будущем которое нам так скажем предстоит вместе создать на этой прекрасной планете потому потому что анатолий эдуардович в течение всей жизни изучал природу изучал разные науки дисциплины понимал как мы взаимосвязаны как происходит жизнь на нашей планете замечал то как технология влияет на нашу биосферу потерял свой дом из-за того что огромное облако с очень 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 вредоносными веществами после взрыва в чернобыле прилетело на его деревню в белоруссию и когда они сейчас там были там до сих пор в этой деревне еще 10 единиц радиации тысячи лет нельзя будет еще находиться жить в этом месте спокойно мы из-за технологий неразумных точнее из-за технологий устаревших я бы так назвал сейчас потому что когда-то это был прорыв из-за устаревших технологий которые несут вред мы можем потерять всю нашу планету абсолютно целиком если вам кажется что до этого далеко Анатолий Эдуардович говорил два-три поколения до точки невозврата когда мы расшатаем планету так что ее уже нельзя будет восстановить и кто-то говорит да ну этого не будет никогда так в Японии сейчас и в Китае например есть на улицах в некоторых городах аппараты куда ты можешь так скажем заплатить и подышать свежим чистым воздухом платить за чистый воздух вы представляете это в голове не укладывается но это уже сейчас существует поэтому до точки невозврата не так уж далеко мы очень вовремя так скажем объединились вместе и проложили этот путь огромный аж до пятнадцатого этапа нашего первого проекта поэтому общая философия всех технологий Юницкого это действительно реальное и актуальное спасение нашей планеты потому что она нуждается в этом конечно она может справиться и сама но тогда не будет человечества потому что она нас просто сотрет вы же наверное знаете что например Елонстовский вулкан если произойдет мощное извержение то пылью которая поднимется покроет около полупланеты полпланеты и это вызовет так скажем еще одну зиму продолжительностью в годы что уничтожит часть а может быть и все живое на нашей планете даже одна такая вещь как один вулкан наша планета имеет огромные силы но хотелось бы наверное чтобы были не шторма и в юге от того насколько расшатан баланс экологии а было как на райских островах Индонезии спокойно тихо легкий штиль солнышко процветает и пышная природа и человек находится в части этой гармоничной биосферы это наша возможность поэтому сейчас с происходящим на нашей планете я вообще не понимаю как можно бить и стучать по нашей планете тем более вести какие-то войны когда это настолько сообщенная инфраструктура мы связаны со всеми вами каждый человек связан с другим все люди связаны все живое связано и все живое связано с нашей планетой поэтому в наших руках да мы господа целая планета целая планета с огромной историей эволюции с двенадцатью миллионами видов живых организмов которые могут процветать и с нашей помощью будут успешно процветать потому что почему я говорю с нашей помощью кто-то мог подумать да вот у людей много ли сил а я не знаю чтобы вот прям государство настолько серьезно и глобально разрабатывали и представляли технологии серию технологий не то что серию комплекс технологий которые одна подходит к другой для того чтобы сделать устойчивый мир поэтому мы являемся так скажем в ООН одними из экспертов по устойчивому развитию нашего мира unit sky string technology дамы и господа на самом деле за последние два года так много так скажем вышек мы пробили потому что мы получили невероятно важный статус в Белоруссии научной организации всего 9 таких организаций было за всю историю Белоруссии мы получается ну невероятный вклад делаем в мир и то что люди видят например на выставках более 20 международных выставок было что я слышал от людей которые занимаются крупными инфраструктурными проектами общаясь с некоторыми министрами с некоторыми инженерами главными из крупных компаний например как на инотрансе в 2018 году крупнейшей международной транспортной выставки где 183 тысячи квадратных метров 160 тысяч человек за пять дней посещают ее со всей планеты чтобы увидеть люди говорят что мы такого не видели чтобы настолько быстро настолько серьезные технологии еще и в комплексе развивались он говорит как вы развиваете я говорю с помощью народа не может быть это невозможно я говорю это возможно потому что наш управляющий действительно знает как сделать это эффективно потому что то что мы сделали с 2014 года как говорят некоторые специалисты не подвластно государством некоторым масштабным и так скажем межгосударственным образованием так скажем собранием то есть то как юницкий продвигает наши технологии это уникальный способ и тот штат который сейчас создан вы представьте если юницкий за свою жизнь сам написал более двухсот научных работ двадцать монографий свыше ста пятидесяти изобретений в разных сферах то что сейчас какими темпами мы будем развиваться когда у нас будет больше тысячи сотрудников когда у нас будет десять тысяч сотрудников и более ста конструкторских бюро сейчас уже восемьдесят шесть которые каждый отвечает за свое направление технолог технологическая корпорация которая поддерживается управляется и совладельцы ее люди людьми будет создавать гораздо большее влияние на нашу планету чем какие-то крупные государства потому что мы как народ хотим лучшего к этому лучшему стремимся и это лучше как показывает практика и получаем ведь дамы и господа через две недели переход на последний пятнадцатый этап а у нас уже строятся первые адресные проекты но это же с одной стороны хочется сказать фантастика нет это реальность это действительно реальность поэтому возможности не скайстрим технологии уже сейчас передовые передовое программное обеспечение передовые компьютеры наши ребята наши эксперты в разных сферах делают потрясающую работу на действительно высочайшем мировом уровне потому что те знания некоторые которыми сейчас владеют наши специалисты их еще некоторые не преподают еще не создался курс знаний чтобы его превратили так скажем в курс который можно пройти в университете и выучиться все происходит здесь и сейчас и конечно же огромное влияние на это делает сам Анатолий Эдуардович и низкий потому что такой штат такую рабочую группу создать необходимо конечно же очень много знаний и быть потрясающим руководителем и у нас все это есть проектирование в 3d среде полная экология электронные документы оборот то есть максимально все делается по высшему разряду ну и конечно же все делается главным образом для того чтобы просертифицировать всю технологию для того чтобы ее можно было законно строить в любом месте нашей планеты ну и конечно же к завершению пятнадцатого этапа иметь полную базу для выполнения адресных проектов которую мы сейчас уже имеем мощную и даже брала не проекты со стороны например как в россии создался создали электромобиль но нету мощностей чтобы его качественно сделать и обратились юницкой стрим технологии и в белоруссии мы сделали просто конфетку это был первый так важный заказ на сторону именно в транспорт наивысшее качество получилось у наших специалистов поэтому юницкий весь наш штат он не просиживает не простаивает вообще ни секунды все развивается все все окупается все работает и это огромное спасибо за это анатолий эдуардович и надежды косаревой за их управление нашими прекрасной компанией конечно же еще не завершена дамы и господа 15 этап остался только 15 этап это последние сертификации необходимы для того чтобы наша компания так скажем превратилась уже в полноценную группу компаний которая будет выходить на международный очень крепко очень стойко с очень мощным плацдармом с уже огромным количеством предзаказов с первым уже больше десяти будет адрес который мы будем выполнять к этому времени а дивиденды и того раньше до даже завершения нами 15 этапа потому что мы уже строим и дамы и господа еще раз вас с этим поздравляю потому что это действительно большое достижение что люди объединились и смогли сделать такую пассажирский транспорт в таком изобилии в такой гибкости для разных жиропотока монорельсовые для разных участков в тропическом исполнении для вечными злоты уже серия разработки 14 видов транспорта в железе и 7 трасс разных видов уже так скажем большинство из них просертифицированы то есть перед нами стоит будущее уже в железе не просто картинки уже это создано уже работает уже есть опыт уже мы можем двигаться так скажем вскоре до так скажем штабов движения на всю планету скорее всего необходимо будет строить на каждом континенте заводы по производству нашего транспорта наших трасс то есть это же полная инфраструктура конечно же совсем необходимым ну и все даже самые маленькие деревни где 200-300 человек смогут с помощью такого транспорта за минимальные средства и с минимальным землетрясением потрясающей пропускной способностью для этого региона в наших существующих городах хоть 8 хоть поезд из 8 например в котором можно будет перемещать очень-очень быстро безопасно с пропускной способностью как у метро самая высокая способность так скажем у традиционных транспортов это все в наших руках это все возможно и это все уже сейчас реальность конечно же здорово что и в тропичных где невероятная жара везде огромное в воздухе мы показали что наши решения имеют место быть и они также и в вечный мир зла наши технологии могут иметь свободное свободную реализацию потому что подходят они и туда и туда абсолютно любой уголок земли сможет это для нас с помощью подобной технологии особенно когда созданы роботы с помощью которых мы будем так скажем наблюдать за тем как роботы строят на направлении нам трассу потому что они могут быть наземные и видели о том что железную дорогу есть поезд который едет и прокладывает перед собой железную дорогу примерно то самое причем в разных местах огромная машина и Анатолий Эдуардович уже представлял его такой как жук-палочник огромных масштабов который может перемещаться двигаться например из Москвы в Санкт-Петербург и при этом ставить сваи зачищать где нужно какие-то и делать так скажем установку нашего транспорта нашей дороги по которому потом поедет транспорт это все произойдет уже в 21 веке уже в нашем веке мы все это видим и конечно же уже очень скоро это больше всего хочется увидеть вот такие транспорты наши юфлэши юнилеты которые смогут перемещать нас 100 км в час между городами представляете насколько эффективность каждого человека возрастет дамы и господа это будущее нашей планеты но уже знает арабские эмираты и уже был проявлен интерес и к этой технологии поэтому но пассажирский транспорт это приятно здорово это для нас но это не именно самая большая задача будет в грузоперевозках живем в продвигательском обществе а это дамы и господа кроме того важно еще и очень прибыльно вот как бы не хотелось но прибыльно но вот вообще потому что из самых дорогостоящих инфраструктур и то что это это потрясающе мы сможем существующую транспортную инфраструктуру перенять на свои жидкие сыпучие штучные грузы контейнеры любого вида любого могут перемещаться в точку абсолютно автор это наша возможность разработка месторождений там куда не может ни поезд так скажем железную дорогу сделать не авто дорогу но мы сможем срабатывать новые места подобных бажурных реальной затратой времени ресурсов ну и конечно же это только потому что огромное количество технологий у Анатолия еще в прозапас для нас сохранено например порты морские которые можно делать на шельфе невероятно экономичными и сделают ускорение нашей жизни точнее получение наших паров потребления на абсолютно новый уровень выведет ведь за все платят конечный потребитель за простое в порту и за сам порт за его аренду и так далее наш груз пришел наш груз сразу же с корабля поставили на юниконт и он направился в нужном нам направлении нас в будущем ждет и такое же строительство городов города будущего в котором мы будем иметь абсолютно все в одном небольшом пространстве экологии и действительно место для того чтобы жить для того чтобы процветать потому что экопоселение города Анатолий Эдуардович Юницкого понял что с помощью таких городов мы сможем достигнуть изобилия то есть дефициты смогут быть закрыты и это очень здорово как дамы и господа заходите на сайт юнискаи точка инженер и вы узнаете гораздо больше об этих потрясающих технологиях этих городах которые свяжут весь мир и мы бесперебойно и свободно сможем передвигаться от одного к другому и все это сделает простые хотя как бы очень серьезные но достаточно простые технологии которые как Анатолий Эдуардович говорит да что это физика 7 класса советской школы все просто вот и действительно пучки струн и именно при растяжении самое полезное свойство для перемещения грузов он выявил десятикратный запас прочности корпус рельсов в котором специальный наполнитель бетон который изобрели наши ребята который антикоррозийный поглощает шум и фиксирует струны внутри корпуса потому что они не везде будут однозначно для того чтобы перемещались наши транспорты с максимальной скоростью по ровной потому что между анкерными опорами то много пространства поэтому трассы слегка будут с изгибом чтобы когда транспорт проходит сверху этот изгиб на центре как раз становился ровным и получается как бы транспорт не ехал ты все время будешь ехать по ровной дороге и это все делается вообще там миллиградусы но это гениальные гениальные решения и конечно же стальная головка рельса по которому идет стальное колесо все гениально просто но эффективность даже стальное колесо по стальному рельсу 99% то что предлагает Анатолий Эдуардович с аэродинамикой это вообще вышка в 7-8 раз лучше чем у Bugatti Vero у нашего юнилета то есть нет сопротивления нет сопротивления значит меньше тратим либо за то же количество топлива либо энергии мы можем ускориться гораздо быстрее преодолеть больше времени то есть всюду просматривается у Анатолия Эдуардовича самые лучшие решения не зря как он когда-то говорил что критики много очень критики было по разным аспектам он говорит но меня это никак не останавливало я просто брал и улучшал улучшал технологию рисовал новый чертеж пока его рисовал уже сразу думаю так а здесь еще можно улучшить так это все закончил на новой странице делает еще сразу следующее поколение именно поэтому сейчас хоть и в мире происходили огромные и важные вещи но Анатолий Эдуардович так скажем не зазирая ни на что улучшал пока была пандемия пока были закрыты какие-то границы он улучшал модернизировал наши технологии и уже сейчас мы будем выходить на рынок с пятым поколением нашего транспорта он будет уже еще интересней и его характеристики будут еще выше и когда смотришь сколько заявлено и потом проходят сертификации и замеры оказывается что ну гораздо больше показателя то есть еще лучше и когда спросили Анатолий Эдуардович а почему вот так вот да мне бы не поверили мне бы не поверили что настолько эффективно тот или иной узел процесса либо решение просто не поверили бы потому что некоторые мои изобретения они более чем в десять раз не на десять процентов улучшают работу чего-то а более чем в десять раз улучшают какой-то из показателей поэтому пускай лучше при сертификации все это скроется а то скажут что совсем так скажем фантазеры многие не смогут переодолеть свой критический ум поэтому но сейчас мы видим что технологии действительно оказывается даже еще более эффективно чем я например изучал смотрел и читал пять ну наверное семь лет назад то есть я понимаю что то что мы получим в итоге конце пятнадцатого этапа будет еще лучше чем то куда мы шли изначально и то что мы что мы думали что получится возвращаясь к нашим трассам абсолютно весь мир сможет позволить себе подобные трассы эти как бы простые но высокотехнологичные пути мы с помощью них освободим первый уровень планеты переместим пассажиров и грузопоток на второй уровень на абсолютно безопасный для проживающих на нашей планете уровень из полной экологии значит из абсолютно безопасный для всего живого как для флоры так и для фауны для всей нашей природы и конечно же с такой гибкой так скажем линейкой и транспорта и трасс мы сможем подойти абсолютно любому городу абсолютно любой деревне любому ландшафту потому что Анатолий Эдуардович позаботился о гибкости данной технологии о том как сделать так чтобы она не была узкой а была максимально широкой чтобы мы подобным транспортом могли связать абсолютно весь мир в конечном итоге придя к транснету так скажем транспортной сети новой транспортной сети которая объединит страны и континенты было бы очень здорово если бы ты мог сесть в любом месте на транспорт и добраться в любое место представляя то есть сейчас там самые большие авиакомпании у них там 159 стран летает например турецкая компания или там еще какие-то американские компании там чуть больше 160 170 что-то вроде этого а тут с помощью подобного транспорта мы сможем общей сетью действительно добираться куда угодно ведь как сказал Анатолий Эдуардович в 21 веке у нас есть возможность построить около 20 миллионов километров дорог с учетом того как мало ресурсов это занимает и насколько быстро будет строиться данные трассы ведь это сейчас чуть дольше потому что так скажем менее тысячи сотрудников работают над подобными инфраструктурными проектами всеми но когда их будет 10 тысяч это как горячие пирожки действительно будут расходиться эти адресные проекты и люди я надеюсь как и сейчас смогут поддержать развиваться и становиться частью этих адресных проектов именно потому что кому кто еще больше заинтересован чтобы в его городе появилась такая транспортная ветка второго уровня чем сами люди которые живут в этом городе поэтому очень разумно было бы дать участвовать им в создании подобного транспорта ну и конечно с помощью подобных технологий мы просто откроем мир для следующих ведь все поймут что такие проекты с элементами краудинвестинга где люди объединяются и помогают создавать технологии продукты или услуги становясь совладельцами этих компаний когда этот проект выйдет на рынок мы докажем что это на планетарном уровне работает что эти технологии что могут быть планетарного уровня в действительности жизнь меняют на планете хотя это люди просто люди казалось бы но когда мы вместе мы можем влиять аж до такой степени когда завершится пятнадцатый этап мы с вами подтвердим что общение человека с человеком так называемое сарафанное радио гораздо лучший вид рекламы и распространение информации чем за пятьдесят долларов за одну секунду на телевидении показывать рекламу это если там минуту очень много там три тысячи каких будет стоить а таких реклам нужно десять это только по одному каналу а еще по многим каналам и кто их смотрит и насколько это точечно это не экологичный способ тем более что всю прибыль здесь тот кто босс босс который собрал эту фирму а большинство это дальше работников менеджеры и те кто все это исполняют сколько они получат свою маленькую зарплату к сожалению так строится большинство бизнеса но к счастью именно в подобной в подобном в подобной коммуникации каждый человек с другим общается экологическим способом нам интересно мы общаемся с вами если нам тема неинтересна мы либо меняем тему либо расходимся то есть никто не тратит времени никто не тратит энергии если вас это интересует вы с удовольствием слушаете задаете вопросы а я с удовольствием делюсь своими знаниями то есть происходит экология так же как и развитие краудинвестинговых проектов вообще когда объединяются люди у которых есть идея объединяются люди у которых есть идея но нету средств например есть идея и время у кого то есть время и средства но нет идеи у кого то есть средства но нет времени и идеи эти люди объединяются и вместе творят чудеса вместе создают продукты и услуги компании международной компании потому что каждый проект сразу же становится международным С поддержкой во всех странах. Поэтому все люди, даже разговаривающие на разных языках и живых жителей, на разных континентах, с разными квалификатами, с разными ценностями, и понимают, насколько важна эта технология для мира. Как же много пользы мы получим от этих новых электромобилей второго уровня, для трасс второго уровня. У нас ограничено количество пространства на первом уровне, на нашей планете. И ее, конечно, нужно сделать максимально безопасной, красивой, цветущей. И с помощью подобных интеллектуальных систем, наших закрывающих технологий, будущих технологий Анатолия Эдуардовича, мы действительно сможем прийти к этому, очистить наши города, сделать так, чтобы на нашей земле было безопасно для всех. Не только для человека, для всего живого. И я благодарю вас за то, что это важно вам, за то, что вы уделяете вам внимание. Ведь мы сделаем этот мир безопасней, быстрее. Мы сделаем его лучше, приятнее и прекраснее. И это могут сделать, по-моему мнению, только люди. Именно сам народ выбирает, в каком мире он хочет жить. И раз мы сейчас у руля взяли в руки выбор, значит, наше будущее будет чудесным и прекрасным. Вот настолько разумно использовать именно наши транспортные системы. Поэтому, да, господа, нас не зря 8 миллиардов человек на планете. Раз мы чувствуем, мы видим, как влияние мы несем на эту планету. И прекрасно, что сейчас, в 21 веке, мы настолько начали объединяться, что действительно можем сделать на этой планете рай. Я считаю, что это возможно. Потому что, когда находишься либо в Объединенных Арабских Эмиратах, где... ...изненная пустыня, а ты заходишь в наш экологический деревянный дом, который первый деревянный дом в Объединенных Арабских Эмиратах, только Юницкому и по технологиям Юницкого разрешили построить это здание. Ты заходишь, а там Эдемский сад. Ты заходишь, там все цветет, все благоухает, потрясающие цветы, невероятный запах, птицы прилетели, все поет вокруг. Даже пчелиные улей есть, где пчелки. Причем такой, достаточно серьезный. Рядом небольшой пруд, рыбки. То есть полная природа и полностью экологический дом, в котором потрясающе. Не как в бетонном или кирпичном. Глядя на эти технологии, или здесь, в Белоруссии, когда ты видишь, что тут и стройка происходит, тут и транспорт, и при этом вокруг все расцветает и ничего не увидают. Но это же потрясающе, когда технологии могут влиять только положительно. Дамы и господа, пятнадцатый этап через две недели. У каждого человека до смены нашего этапа, до, так скажем, еще большего понижения рисков, можно изучить, посмотреть, притронуться к нашим потрясающим технологиям, к технологиям Анатолия Эдуардовича Яницкого и создать в этом мире наилучшее, наилучшее, что вы можете, как для себя и своей семьи, так и для всего остального окружающего мира. Я считаю, что у каждого человека на планете должна быть возможность хотя бы один раз от кого-то услышать у Анатолия Эдуардовича Яницкого Sky World Community и Unit Sky String Technology транспорты второго уровня, технологии, которые даст огромные возможности миру будущего, а точнее уже миру будущего, а точнее уже миру настоящего. Именно с помощью подобных технологий мы действительно можем стать космической цивилизацией и, наладив то состояние и ту атмосферу, которая находится у нас на планете, двигаться дальше и нести ее в новые миры. Но сначала давайте позаботимся о нашем прекрасном космическом доме – планете Земля. Спасибо, дамы и господа. С вами был Артем Курбанов. Спасибо за ваше внимание и за внимание компании Sky World Community, к той компании, которая в такое непростое время дает возможность абсолютно каждому человеку с любого точки мира, с любого континента, любой страны, с любым менталитетом, разгорающим на любом языке заниматься созидательной деятельностью, творить, создавать и поддерживать инновационные экологические технологии, помогая абсолютно любому другому человеку получить все те же блага, что и сегодня я предоставил для вас. Большое спасибо за ваше внимание, ведь всюду, куда направлено внимание, то и растет. Именно поэтому на пятнадцатый этап через две недели поздравляю вас, дамы и господа, и до новых встреч. Океаны улыбок вам, как от других людей, так и своих собственных. Пока-пока. До завтра в 11.00 по московскому времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok